Если продали машину или квартиру, то следует отчитаться о своих доходах. Так гласит декларационная компания 2021. Традиционно она стартовала в начале года. Теперь до 30 апреля следует отчитаться о своих доходах в 2020. Сделать это нужно не всем. Есть необходимость отчитаться о доходах в случае получения выигрыша в лотерею. Кроме того, получение доходов от продажи доли в уставном капитале организации. Это также получение объектов имущества в дар от лиц, не являющихся близкими родственниками. В случае сдачи в аренду квартиры или другого имущества. Это также ситуации, при которых налогоплательщик должен до 30 апреля у нас отчитаться, подав декларацию формы 3НДФЛ. Есть и тонкости. Например, при продаже автомобиля, который был в собственности более трех лет, подавать декларацию не обязательно. Продажа недвижимого имущества, квартиры или гаража. Минимальный срок владения здесь может быть 3 года или 5 лет. Но есть 4 ситуации, когда смотрят на минимальный трехлетний срок владения. Первое. Сам объект недвижимости получен либо по договору дарения, либо в наследство от близких родственников. Вторая ситуация. Он получен в результате приватизации. Третья ситуация по договору ренты. И четвертая ситуация. Это как раз у нас новшество этого года. В случае, если продается единственное жилое помещение налогоплательщика. Есть еще важная деталь, о которой следует знать. Теперь налоговые органы могут сами исчислять НДФЛ в случае, если налогоплательщик не подавал декларацию 3НДФЛ при продаже недвижимости. Это означает, что сумма налогоплательщика будет исчислена по простой стандартной формуле. Берется 70% кадастровой стоимости объекта, который у нас продается, объекта недвижимости. Вычитается 1 миллион необлагаемый вычет налоговый. И эта сумма умножается на 13% ставка НДФЛ. То есть здесь мы говорим о том, что никакие дополнительные расходы налогоплательщика учитываться не будут, поскольку такой информации у нас нет. Декларационная кампания касается также нотариусов и адвокатов с частной практикой, индивидуальных предпринимателей и других. Наравне с ними они должны отчитаться по форме 3НДФЛ. Но есть и исключения. Так, дедлайн 30 апреля не распространяется на получение налоговых вычетов по НДФЛ. Например, в связи с покупкой жилья. Для их получения направить декларацию можно в любое время в течение 2021 года. Предоставить декларацию о доходах формы 3НДФЛ можно и онлайн через сайт ФНС России. Город.